Здравствуйте, дорогие друзья! Приветствия и почтения! Предлагаю вашему вниманию тему «Марты. Время решительных действий. Отец-Абсолют читает Лора». Здравствуйте, дорогие мои любимые дети! Сегодня я хочу отвлечься от нашей темы и поговорить с вами о текущих событиях на вашей планете. Сейчас наступает очень ответственный момент для каждого из вас, поскольку тьма не просто сгущается, а порой, кажется, совершает некий прорыв, укрепляя свои позиции на Земле, но на самом деле это уже последние конвульсии темных, пытающихся за мимолетным успехом скрыть свое полное поражение. Одновременно это еще одна проверка на вашу веру в победу сил света. То, что сейчас происходит у многих людей, вызывает эффект дежавю, поскольку темные силы вновь и вновь используют свои излюбленные приемы лжи и обмана, скрывая их за правильными и красивыми словами. Они будто испытывают терпение людей, пытаясь определить степень их доверия и послушания. Я вижу, что многие из вас с трудом сдерживают чувство горечи и разочарования происходящим, что я могу посоветовать вам в данной ситуации. Если от вас лично ничего не зависит, и вы не можете повлиять на происходящее на физическом плане, то работайте энергетически, удвоив или даже утроив свои усилия. Не жалейте на это времени. И вместо того, чтобы выискивать все новые и новые подробности происходящих в мире трагических событий, проведите сеансы и медитации на скорую и окончательную победу сил света на Земле. Вы можете использовать для этого энергию Вознесения и Огонь Вселенской Любви. Вы сами почувствуете, какая из этих энергий окажется более действенной в тот или иной момент, в той или иной ситуации. Пришло время, мои родные, проявить свою духовную зрелость и моральную стойкость, показывая пример остальным, как следует себя вести в непростых жизненных ситуациях. Сейчас не время обсуждать, критиковать, смаковать подробности того, что вам не нравится и с чем вы не согласны. Наступило время решительных действий против тех, кто покушается на само человеческое естество, на право людей самим распоряжаться своей судьбой. Каждый на своем месте может делать то, что в его силах. Кто-то из вас, занимая государственный пост, может действовать во благо людей с большей эффективностью на физическом плане, а кто-то внесет огромный вклад в освобождение человечества, работая энергетически. Главное, чтобы вы не сидели сложа руки, ожидая, что кто-то другой все сделает за вас. И хотя победа сил света неизбежна, вы ощутите совсем другой вкус этой победы, если будете знать, что и вы помогли приблизить ее, не отсиживаясь в стороне, а окунувшись в самую гущу судьбоносных событий. И я благословляю вас на это, родные мои, любящий вас, безмерно, Отец-Абсолют говорил с вами. Вы прослушали тему Марты «Время решительных действий». Маленькое дополнение. Дорогие друзья, кто недавно вышел на путь Вознесения, то очень часто задают вопросы. Что делать конкретно? Скажите, что делать. Конкретно. Отвечаю. Проявите свои позиции, свой выбор. Допустим, если вы желаете жить в мире, так и скажите «Я живу в мире на земле». Если вы желаете, чтобы люди объединились, то на уровне сердца, на уровне своих чувств, на уровне своей решительности «Я в любви, мире, гармонии и единстве со всем человечеством на земле». Никаких энергий извне вы не будете подцепливать. Это на сегодняшний день безопасно, потому что вы сами определяете, в какой поток вы заходите. В какую реку вы вливаетесь? С чем вы хотите иметь дело? Вот, в общем-то, и все, что от вас требуется для начала. Но если вы хотите глубже работать, если вы, допустим, художник, вы рисуете картины мира, если вы, допустим, воспитатель в детском саду, то вы учите детей любить планету, любить все царства Земли. Если говорить самыми простыми словами, вы определяетесь в своем выборе. Вы определяетесь в своей четкой позиции. Но самое интересное, что вы не просто сказали слова и все. Нет, вы теперь из этой позиции живете. Из этого центра мира, из этого центра гармонии. Из этого центра слияния. И что бы ни происходило вокруг, вы остаетесь в центре этого единства. вот это и есть устойчивость, вот это и есть ваша четкая позиция. Вот это и есть ваше решительное действие. А дальше дополняйте, а дальше усложняйте все программы. Это и есть опыт перехода. И вы останетесь очень благодарны сами себе. То есть у вас появится чувство легкости. Ваше решение. Продолжение следует...